Здравствуйте, уважаемые телезрители! С воскресным днем, дорогие братья и сестры! Сегодня, в первую неделю Великого Поста, Церковь традиционно отмечает праздник, который на языке церковного устава называется Торжество Православия. В этот день Православная Церковь торжественно и помпизно празднует завершение многовековой эпохи Вселенских Соборов, победу церкви над многими ересями и лжеучениями, а также окончательное утверждение практики иконопочитания, которое оставилось под сомнение и богословски оспаривалось иконоборцами на протяжении более чем ста лет. Ересь иконоборчества оказалась одним из самых длительных и болезненных испытаний, которые церкви пришлось пережить в первое тысячелетие своего земного странствования. В результате усилиями таких выдающихся богословов и отцов церкви, как преподобный Федор Студит и преподобный Иоанн Дамаскин, соборный разум церкви на Седьмом Вселенском Соборе раз и навсегда богословски оправдал и узаконил молитвенное почитание святых икон. И сегодня, в первой части нашего выпуска, мы поговорим обо всех многочисленных событиях, которые сопутствовали упомянутым историческим процессам. Гость нашей студии – ключорь храма в честь преподобного Афанасия Афонского города Кировограда, брата и рей Сергий Ткаченко. Идем на моих лицать, Hornis No 1-2-1-3-1-1-1-2-1-1 vb3g3d2-1s. и сестры. Сегодня Святая Православная Церковь празднует торжество православия. Так называется праздник восстановления и почитания икон. Давайте вспомним, как это было в истории. В начале 8 века царем константинопольским стал Лев Исаврянин. Это человек, который незаконно восхитил власть и имел ненависть к иконам, потому что очень хотел примирить мусульман и иудеев с христианами, обратить их в христианство. Но так как те и другие не почитали иконы, он решил пойти на следующий шаг. Однажды он вызвал к себе святеля Ермогена, который возглавлял Константинопольскую Церковь, и говорит ему «Владыка, давайте уберем из храмов иконы, потому что я считаю, что это идолы, и негоже им почитать. Или давайте их повесим немножко повыше, потому что если они святые, то зачем нам, грешным, осквернять эти образы». Владыка, услышав такие речи, понял, к чему ведет разговор царя, и он категорически отказался исполнять его прошение. И вот тогда он был низвергнут, а царь Лев издал указ в 728 году, согласно которого запрещалось употребление икон в храмах и домах. И с этого момента началось иконоборческое гонение, которое убрало из храма всю красоту и заставило очень многих людей пострадать за веру, за истину, за почитание святых икон. Знаменателен очень интересный случай, который произошел в Константинополе. Один из библиотекарей указал царю на то, что святые отцы доказывают правильность почитания икон. Из-за этого нечестивый царь Лев приказал сжечь всю библиотеку с 12 библиотекарями, только за то, что они воспротивились царскому указу. Можете представить себе всю глубину того горя, которое хлебнули люди в Константинополе и во всей империи, когда вот этот указ разошелся по всем округам. Многие люди доказали истинность поклонения иконам своей жизни. И Иоанн Дамаскин, и Андрей Критский, и Федор Студит, и Феофан Чертаны, и множество людей, которых мы можем продолжать этот список, светильники церкви, которые боролись, кто-то подвигом личным, кто-то письменами, когда писали в защиту икон. Все они заслуживают у Бога особой награды за то, что они сделали. Но вернемся обратно к царям Константинопольским. Леван Исаврянина сменил Константин Капроним. В 754 году он собирает беззаконный собор, на котором постановляют, что те люди, которые почитают святые иконы, приравниваются к идолопоклонникам. А те люди, которые имеют у себя дома иконы, они как бы соответствуют еретикам. Арию, Несторию, Евтихию, которые были осуждены прежде на Вселенских соборах. И тоже воздвигает новое гонение на людей за иконы. После него правил его сын Лев II. Через некоторое время он скончался. И по малолетству его сына, жена его Ирина, начала править Константинопольским двором. И вот Ирина собирает VII Вселенский собор. Под председательством Патриарха Константинопольского Тарасия в Никее святые отцы, собранные со всех концов мира, установили и во веки веков доказали истину почитания иконам. Что все мы воздаем должное не Богу, поклоняясь иконе как Богу, а божественному начертанию, которое содержится на иконах. И вот этот догмат вошел навсегда в церковь. И даже до сегодняшнего дня встречаются те люди, которые не согласны с тем, что почитаются иконы, утверждают, что это идло поклонства. Просто мы должны посмотреть на историю и указать этим людям, что было уже этой историей. И мы доказали раз и навсегда, что можно поклоняться иконам. Но не все так гладко было в Константинополе. Не всем пришлось по душе постановление Вселенского собора. Поэтому многие люди продолжали ненавидеть иконы и продолжать считать людей поклоняющихся идолопоклонниками. И вот в 814 году очередной правитель Константинополя издает указ о новом гонении. Это была вторая иконоборческая волна. Его сменил Михаил. После него появился Феофил, который был уже последним иконоборцем и который очень жестоко гнал всех людей, которые почитали святые иконы. 12 лет его царствования завершились мучительной болезнью. Его уста настолько раскрылись, что была видна гортань. И супруга его, Феодора, она очень переживала за своего мужа. Однажды она видела страшный сон, что ее мужа бичуют ангелы. И она пришла к нему, услышав его крики. Он действительно говорил, «Мне наносят побои». Она взяла икону и приложила к его голове. Он поцеловал икону, и уста его сокрылись, и обезображенное лицо изменилось. С этого момента он уже не ухулил имя Божие, не поносил иконы, и через время он мирно скончался. Царица Феодора вернула всех исповедников и ссылки, и вернула в Константинополь исповедника Мефодия, который собрал поместный собор в 842 году. И на этом поместном соборе было утверждено, что необходимо соблюдать те законы, которые были приняты в 788 году на 7-м Вселенском соборе, и почитать иконы. Но для нас очень важно еще и личный подвиг Феодоры, ведь она переживала за своего супруга. Она молилась за него и просила, чтобы вся церковь тоже молилась за него. И вот на первой неделе Великого Поста, после того, как прошла неделя усиленных молитв в церкви, и святитель, и все, кто находились в церкви, молились за нечестивого царя Феофила, царица Феодора видит сон, что ее мужа ведут и осуждает. И она припадает к ногам того, кто осудил ее мужа, и просит о помощи. И тогда она слышит голос, что за твои молитвы и за молитвы святых церковных твой муж будет помилован, забирай его себе. Она рассказала о своем сновидении патриарху Мефодию, и он решил проверить, истинно ли это или нет. Он написал имена всех правителей иконоборцев на листке бумаги и положил его на святой престол. И после усиленных молитв он увидел, это была пятница, как в храм вошел ангел. Этот ангел подошел к престолу, а затем отошел от него и сказал патриарху, что твоя молитва услышана, больше не докучай молитве о Феофиле Богу. Патриарх подошел к престолу, развернул свиток и увидел. Все имена царей иконоборцев были записаны, а имя Феофила было изглажено. И вот на радостях, что такое совершилось, что церковь вымолила человека, который когда-то был иконоборцем, но в конце своей жизни все-таки покаялся, по молитвам своей жены и по молитвам церковным был устроен праздник. Прежде всего, инициатором его была царица Феодора. Люди взяли иконы, люди взяли кресты, мощи и пошли с праздничными песнопениями по улицам города, прославляя Христа и показывая величие и красоту церковного богослужения. Поэтому то событие, которое произошло в Константинополе, в воскресный день, навсегда было принято праздновать каждое первое воскресенье Великого Поста в память о тех событиях и для того, чтобы мы больше никогда не впадали в ту ересь, которая более ста лет волновала церковь. С праздником вас, братья и сестры, с праздником торжества православия! ПЕСНЯ ПЕСНЯ Ирод Антипа, казнивший Иоанна, слышал молву об Иисусе и желал увидеть Его. Поэтому Господь заблаговременно удаляется из-под властных Ироду земель. Вслед за Христом по берегу озера последовало множество народа простых галилейских бедняков. Из уст в уста передавались свидетельства очевидцев чудес, совершенных Христом. Увидеть галилейского чудотворца желал каждый. Множество народа собралось на берегу, поэтому Иисус уже не мог продолжать свой путь и в Саиду. И Он принял их, говорил с ними о Царстве Божием и нуждавшихся во врачевании исцелял. Предметом беседы было учение о Царстве Божием. Иисус постоянно учил людей о Небесном Царстве. Иисус не только учит людей, но исцеляет больных по особой милости. Исцеляет всех, не спрашивая о вере, так как их приход сюда уже свидетельствовал о вере. С наступлением же вечера подошли к Нему ученики и сказали «Пустынно это место и час уже поздний. Отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищи». Иисус же сказал им «Не нужно им идти, вы дайте им поесть», говорит Ему один из учеников Его Андрей, брат Симона Петра. Есть тут мальчик, и у Него пять хлебов ячменных и две рыбки. Но что это для такого множества? И приказал им, чтобы все расположились кружками на зеленой траве. И возлегли они рядами по сто и по пятидесяти. И взяв эти пять хлебов и эти две рыбы, поднял он глаза к небу, благословил и преломил хлебы и давал ученикам, чтобы они разносили народу. И две рыбы разделил на всех. Взяв в руки эту обычную для жителей Галилеи скудную пищу, Иисус произносит над ним молитву благодарения. Иисус преломил пять хлебов и раздал ученикам. В руках учеников эти пять хлебов и две рыбы чудесным образом не истощались. Кто в состоянии объяснить действие божественного всемогущества? Всего пять хлебов и две рыбы. И ели все и насытились. Когда же они насытились, говорит он ученикам своему, соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало. Собирая остатки, ученики окончательно убедились в сверхъестественности умножения хлеба и рыбы. Вместе с тем Иисус указывает, что остатки нужно собрать, дабы ничего не пропало. Этим он учит учеников дорожить Божьими дарами и избегать расточительности. И кусков собрали двенадцать коробов полных и остатки от рыб. Пораженные апостолы решили посчитать численность людей, участвовавших в чуде. Как оказалось, присутствующих пять тысяч мужчин, не считая женщин и детей, то есть около десяти тысяч человек. Обычно принято называть это чудо насыщением пяти тысяч. Но, как видим, людей было намного больше. Тогда люди, увидев знамение, сотворенное им, стали говорить, что он воистину тот пророк, который грядет в мир. Люди увидели в Иисусе не только чудотворца, но и долгожданного Мессию. Наконец у них появится возможность навсегда покончить с бедностью, голодом и ненавистным игом римлян. Иисус распознает о намерении народа. Тотчас заставил он учеников своих войти в лодку и переправиться теперь уже на другую сторону к Ифсаиде, пока он отпускает народ. Сам же Иисус, узнав, что собираются прийти и захватить его, чтобы сделать царем, удалился снова на гору один. Успокоив народ, Иисус удаляется на гору. Иудеи же решают отложить до утра свое намерение провозгласить Христа царем. Ночью Иисус чудесным образом покидает это место, перейдя по воде на другую сторону Галилейского озера. Смысл совершенного чуда Христос объясняет народу впоследствии в беседе о хлебе небесном. Истинно, истинно говорю вам, вы ищете меня не потому, что видели знамение, а потому, что поели хлебов и насытились. Делайте себе не пищу тленную, но пищу, пребывающую в жизнь вечную, которую вам даст Сын Человеческий. Этот хлеб люди должны искать в первую очередь. Хлеб небесный, хлеб жизни, это Сам Христос, приносящий Себя в жертву за грехи всего мира. Хлеб жизни Иисус дал Своим ученикам, а через них и всему человечеству на Тайной вечере. Этот хлеб мы можем и сейчас принимать за Божественной Литургией. Отец Андрей, в начале Великого Поста многие люди начинают всерьез задумываться о том, чтобы стать более внимательными к своему духовному состоянию и начать вести более добросовестную духовную жизнь. Не могли бы Вы поподробнее рассказать нашим телезрителям, как начинающему христианину провести тщательное самоуглубление и честный самоанализ своего духовного состояния? В православной аскетике самопознание и самоуглубление во все времена считались важнейшими вспомогательными средствами в деле созидания человеком своего спасения. Как Священное Писание, так и Сокровищница церковного предания вполне определенно утверждают о крайней необходимости для христианина трезво оценить свое наличное духовное состояние для дальнейшего поэтапного построения своей жизни в соответствии с теми духовно-нравственными нормами, которые навсегда запечатлены на страницах Евангелия. Вкратце приведем свидетельства учителей и отцов церкви на поднятую тему. Климент Александрийский в своей работе педагог писал о том, что «прекраснейший и важнейший из всех наук несомненно является самопознание, потому что кто сам себя знает, тот дойдет и до познания Бога». Другой великий святитель Григорий Богослов риторически вопрошает «Для чего ты меряешь горстью воду, небо пядью и всю землю горстью? Меряешь великие стихии, измеряемые для одного лишь Творца? Прежде всего познай самого себя, рассмотри что в руках, кто ты?» Самопознание и самоисследование христианина заключается ни в чем ином, как в правильном познании нашей человеческой природы, ее различных расположений, сил и свойств. В соответствии с классическим трудом по православной аскетике профессора Сергея Михайловича Зарина, самоиспытание это есть «ясное, глубокое и точное определение наличного состояния сил и способностей христианина, его достоинств и недостатков в видах целесообразного направления дальнейшей работы аскетического нравственного усовершенствования». А в 25-м слове одного из наиболее значимых аскетических трудов за всю историю христианства в знаменитой Лествице преподобный Иоанн, игумен Синайской горы, дает следующее определение данному понятию «Самопознание есть верное понятие о своем духовном возрасте и неразвлекаемое памятование о своих согрешениях». Многие святые отцы на протяжении двухтысячелетней истории Церкви Христовой прямо или косвенно, но постоянно напоминали о необходимости самоуглубления и честной оценки своего внутреннего духовного состояния. Лучшим способом достичь этого они, как правило, считали уединение, как ничто другое, способствующее собиранию помыслов и умиротворению души. Вот что пишет на эту тему преподобный Исаак Сирин. «Подщись войти во внутреннюю свою клеть, имеется ввиду внутреннюю келью, и узришь клеть небесную, потому что та и другая одно и то же, и входя в одну видишь обе». То есть мы вполне можем сделать вывод о том, что по мнению преподобного Исаака человек, углубившийся в самого себя, сможет обрести то Царство Божие, которое по слову самого Спасителя находится внутри нас. Тщательное и искреннее самопознание безусловно не проходит бесследно, но оно приносит человеку очевидные духовные плоды в виде опытного переживания Божьего присутствия в своей жизни и глубокого понимания факта неизбежности смертности тела и бессмертия души. Оно раскрывает перед человеком его тотальную поврежденность, греховность и, как пишут святые отцы, удобопреклонность ко греху, позволяет ощущать всю реальность искушений отпадших духов и необходимость в этой безвыходной ситуации обратиться ко Спасителю. В связи с этим было бы уместным вспомнить прекрасные слова выдающегося православного иерарха и духовного писателя XIX века святителя Игнатия Брянчанинова, который о начальном этапе на пути духовной жизни писал о самопознании следующие прекрасные слова. Начало обращения ко Христу заключается в познании своей греховности, своего падения. От такого взгляда на себя человек признает нужду в Искупителе и приступает ко Христу посредством смирения, веры и покаяния. Не сознающий своей греховности, своего падения, своей погибели не может принять Христа, не может уверовать во Христа, не может быть христианином. «К чему Христос тому, кто сам и разумен, и добродетелен, кто удовлетворен собой, кто признает себя достойным всех наград земных и небесных», спрашивает святитель Игнатий. Здесь также было бы уместным вспомнить, что Христос был принят со слезами раскаяния именно простыми, осознающими свои грехи людьми, и с ненавистью был осужден на позорную казнь умной, добродетельной, респектабельной иудейской религиозной элитой, книжниками и первосвященниками. Еще один момент. Всем нам крайне важно помнить, что самопознание часто перерастает в не совсем правильное повышенное внимание к собственной персоне и к своим духовным проблемам. Излишне щепетильная интроспекция, то есть чересчур болезненное и не в меру пристальное внимание к самому себе, является такой же крайностью, как и абсолютное отсутствие внимания к своему духовному состоянию. Отец Александр Шмеман писал на данную тему следующие слова. Мы делаемся смиренными не потому, что созерцаем себя, а только, если созерцаем Бога и Его смирение. Имеется в виду смирение воплощенного Бога Иисуса Христа. И такая христоцентричность мировоззрения, то есть когда Христос в центре нашего внимания, может стать лучшей формой прививки от поставления самого а также от бесконечного и бесплодного самокопания, которое, как мы видим, часто бывает круто замешано на такой банальной и тщательно себя скрывающей человеческой страсти, как эгоизм. Все этапы духовной жизни и самопознание здесь отнюдь не является исключением, требуют от подвязающегося человека понимания того нехитрого факта, что мы должны трудиться искренне и самоотверженно, абсолютно не ожидая за это никаких наград от Всевышнего. Как писал уже упоминавшийся преподобный Исаак Сирин, воздаяние бывает не добродетели и не труду ради нее, но рождающемуся от них смирению. Поэтому и самопознание, и иные этапы духовной жизни подлинным своим плодом всегда должны иметь мать всех добродетелей смирения. В связи с этим также весьма уместным было бы вспомнить слова уже тоже упоминавшегося сегодня профессора Зарина, который писал «Никакая достигнутая человеком ступень религиозно-нравственного совершенства, как бы она ни была высока, не может и не должна считаться окончательной, верховной, достаточной, так что на ней можно было бы остановиться и успокоиться. Нравственное совершенствование бесконечно, никаких пределов и границ для него не существует». И последнее. Самопознание и самоисследование ни при каких обстоятельствах не должно сопровождаться непрестанным сопоставлением себя с окружающими людьми. Священномученик Серафим Звездинский, епископ Дмитровский, писал по этому поводу следующие слова «Мерь себя «Мерь себя не людьми, а заповедями». Мерить себя людьми выйдет или возношение, если мы выше, или отчаяние, если мы ниже». Поэтому главнейшим критерием для оценки своего духовного состояния должны быть заповеди Евангелия и тот пример жизни, который на все века оставил всем своим последователям Господь Иисус Христос. Когда современный человек слышит словосочетание «Торжество православия», то в его сознании нередко автоматически возникает образ внешнего церковного благолепия и роскоши. Обилие куполов и колоколов, чрезвычайно богатое убранство храмов, шикарные священнические облачения и так далее. Но на самом деле всего этого церковь может быть лишена в один момент, как это уже не раз случалось в истории. И поэтому подлинное торжество христианской веры в первую очередь должно заключаться в тех высоких моральных стандартах праведной жизни, которыми должны отличаться от всех остальных людей члены православно-христианского общества. Кроме того, в этот воскресный день нельзя не вспомнить еще об одном аспекте сегодняшнего праздника. 7 марта 1982 года известный миссионер митрополит Антоний Сурожский в своей проповеди в день торжества православия провел очень интересную параллель и аналогию между благочестивой традицией иконопочитания и нашим отношением к ближнему как к носителю образа Божьего. «Бывают иконы оскверненные попранные изуродованные человеческой злобой и эти иконы нам делаются так дороги словно это иконы мученицы эти иконы нам хочется оберечь окружить любовью сохранить потому что они так пострадали от человеческой неправды вот так должны мы смотреть и друг на друга когда человека изуродовал грех когда человек ранен когда так трудно в нем прозреть красоту и славу Божию вот тогда-то нам надо глубоко вглядеться в этот святой и оскверненный образ тогда-то надо приложить весь труд всю любовь все благоговение наше чтобы эта икона не на древе написанная а в душе человека в облике и в образе его очистилась исцелилась вновь осветилась и стала иконой во славу Божию всего вам доброго дорогие друзья до новых встреч в эфире дорогие братья и сестры